Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Шестом кассационном суде подвели итоги работы за год. В Самаре пройдет 10-й Всероссийский съезд судей. На самарском предприятии ОДК Кузнецов запустили три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировали более 4 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок. В церемонии открытия корпусов участвовали почетные гости, среди которых Владимир Артиков, первый заместитель генерального директора Ростеха и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в следующем сюжете. И мы будем вместе создавать твои мечты. Новый гимн на предприятии ОДК Кузнецов сочинили сразу к нескольким знаменательным событиям. В этом году производству исполнилось 110 лет и оно продолжает развиваться. Открылись сразу три новых корпуса. В их хорошем техническом оснащении убедились первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артиков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ОДК Александр Артюхов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Считаю, что на самом деле благодаря тем людям, которые в то время здесь работали и сохранилась преемственность и, собственно говоря, компетенции, которые сегодня и сейчас крайне востребованы нашей страной. Президент отметил ваш труд, ваш вклад в развитие не только обороноспособности страны, но и экономики. Считаю это заслуженно и поздравляю вас с этим замечательным праздником. Считаю, что у вас все еще впереди, вас еще будут неоднократно поздравлять в будущем. Спасибо. Сегодня, конечно, предприятие иное. Сегодня предприятие по праву, на мой взгляд, можно сказать, переживает второе рождение. И абсолютно справедливо была отмечена роль руководителя Алексея Висеевича Соболева. Это, конечно, еще одна точка роста для всей губернии. Уважаемые коллеги, уважаемые трудожники предприятия, наши уважаемые надежные партнеры, я всех от души поздравляю с юбилеем. Новый участок инструментального производства площадью почти 2500 квадратных метров будет выпускать оснастку инструменты, предназначенные для сборки деталей и узлов ряда индустриальных двигателей. В корпусе сварки разместились 9 участков, позволяющих вести пайку, сварку и нанесение защитных покрытий. В технологическую цепочку здесь встроена и установка 3D-печати. А вторая очередь корпуса компрессора включает в себя участки для механической обработки деталей компрессора, плазменного и детонационного напыления и контроля качества деталей. Я хотел бы поблагодарить весь коллектив, потому что понятно, что это наши совместные усилия по преобразованию завода. И сегодня мы уже, как я сказал, можем гордиться немножко настоящим, но самое главное, что у нас еще с вами очень прекрасное будущее, над которым мы работаем и реализацию которого приближаем. Также к 110-летию предприятий приурочили и вручение федеральных и региональных наград. Медалями и грамотами отметили несколько десятков сотрудников, которые особо успешно выполнили поставленные задачи. В наше время надо уже двигаться вперед и на основании того задела, которое создали наши предшественники, создавать новую современную конкурентоспособную технику, которая будет соответствовать лучшим мировым образцам. На предприятии на достигнутом не останавливаются. На разных стадиях уже ведется строительство новых корпусов, а также производится модернизация и оптимизация уже действующих цехов для повышения производительности и безопасности своих сотрудников. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с жителями Самары, чьи дома попали под расселение из-за строительства метро. Вопросы дополнительной помощи. Он провел личный прием граждан в приемные президента России в Самарской области. Какие решения были приняты на встрече – в нашем сюжете. Дома, в которых проживают Екатерина Шмелева и Надежда Светлая, оказались в зоне строительства станции метро «Театральная» и должны быть расселены, а владельцам выплачена компенсация. Однако есть ряд факторов, которые не позволяют женщинам получить не только компенсацию, исходя из проведенной оценки, но и дополнительные средства для покупки равноценного жилья в соответствии с региональным законодательством. Согласно документам, жилье у Екатерины Шмелевой и Надежды Светлой является не единственным. Об этом жители рассказали на личном приеме губернатору Дмитрию Азарову. Жилье 89 метров. Да, аварийное, у него нет отопления. Где? По инициативе Дмитрия Азарова на региональном уровне принят закон, позволяющий улучшить жилищные условия десятков самарских семей при изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества. Собственники, у которых жилье единственное, смогут получить не только компенсацию, исходя из проведенной оценки, но и дополнительные средства, которых хватит, чтобы купить квартиру аналогичной площади. Мы постарались найти варианты по основному количеству собственников и нанимателей жилья, приняли нормы регионального законодательства, которые на самом деле сильно отличаются от того, что предписано по статье 32 после изъятия. Мы пошли здесь навстречу и, в общем, прецедент, можно сказать, в России создали. Я вам обещаю, что в течение двух дней мы посмотрим все варианты решения этого вопроса. Глава региона Дмитрий Азаров дал поручение правительству области рассмотреть каждый такой случай как системный, понять, у скольких граждан, чьи дома находятся в зоне строительства, есть похожие проблемы. Работа с каждым заявителем будет продолжена. Виктория Шарая, События. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на улице Галактионовской в скверах на пересечении Свилоновской и перекрестке Галактионовской-Красноармейской. Здесь в будущем возведут станционный комплекс, также займутся проходкой перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. В частности, закрытым бестраншейным способом продолжается переустройство водовода. Его переносят, поскольку коммуникации проходили по Красноармейской, а там по проекту будет заканчиваться тягово-понизительная подстанция комплекса. Работы по переносу водовода сосредоточены под землей, а потому никаких неудобств ни автомобилистам, ни пешеходам не доставляют. После перехода под Красноармейской трубы сейчас протягивают уже через Галактионовскую, а также не создавая трудностей для горожан. Водовод вынесут кольцом чуть дальше прежнего места расположения. Рядом непосредственно на площадке строительства на улице Галактионовской предстоит разработать котлован, куда позже доставят тоннели проходческий механизированный комплекс. В середине декабря уже в готовом стартовом котловане намечен монтаж будущего щита, который пройдет под землей к улице Полевой, где в дальнейшем произойдет стыковка с действующим тоннелем. А пока в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой переустраивают инженерные коммуникации. Эти работы скоро приблизятся к завершению. На этом перекрестке был предусмотрен вынос водовода, переустройство ливневого коллектора, а также перенос сетевых кабелей. В ближайшее время переподключат водовод, закончат переустройство остальных коммуникаций. Затем специалисты займутся бурением. Временно в районе этого перекрестка ограничено движение транспорта. Схема организации движения по периметру изменится после того, как завершится восстановление благоустройства проезжей части дорог. Планируется открытие двух полос движения вверх по улице Полевой. Также будет возможен поворот направо с улицы Самарской на Полевую. Помимо этого будет свободной одна полоса улицы Новосадовой, преследование от Первомайской с выездом на Полевую. При строительстве метро повышенное внимание уделяет сохранению элементов архитектуры зеленых насаждений. Специалисты отмечают, что ни одно масштабное строительство не обходится без временных трудностей для жителей. Это прежде всего касается перекрытия дорог и измененной схемы движения транспорта. Но неудобства стараются минимизировать. Это остается приоритетным на всех этапах работ. Они находятся на непрерывном контроле регионального заказчика и подрядчика совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, интервал движения электропоездов подземки сократится до 7-8 минут, а путь между конечными станциями займет около 20-25 минут. За это время из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра, где расположено большое количество знаковых мест, социокультурных площадок, в том числе музеев и театров. Ну это не просто хорошо для нас жителей, это просто необходимость такая экстремная, чтобы нам было удобно и самим передвигаться, потому что когда мы едем в театр, конечно, заказывать автобус – это очень дорого, накладно. Поэтому вот это как бы еще дополнительный плюс. На площадке музейно-выставочного комплекса «Самара космическая» был сформирован очередной гуманитарный груз в рамках акции общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем». Это уже восьмой груз, который будет отправлен от Самарской общественности военнослужащим. Подробности у Светланы Тимофеевой. Валенки, да валенки, ой да не подшиты, новенькие! Сто пар теплых валенок – это только малая часть груза, который скоро отправится из Самарской области в зону СВО. К сбору гуманитарного конвоя присоединяется все больше людей. Посылки везут не только горожане, но и жители райцентров. Наши жители с удовольствием откликнулись, потому что наши сейчас ребята там находятся, наши братья, отцы, деды. И мы собрали медикаменты, сухой паек, теплые вещи. Это уже восьмой гуманитарный конвой, который сформирован в рамках акции региональной общественной палаты «Своих не бросаем». Вот, казалось бы, простые три русских слова «Своих не бросаем». И это вылилось в нашем регионе в длительную, системную, а самое главное, расширяющуюся акцию, которую мы проводим по линии общественной палаты. Мы собираем то, что сегодня ожидаемо нашими ребятами, которые находятся за ленточкой, в тех местах, которые сегодня являются определяющими историей не только нашей страны, но и, пожалуй, всего земного шара. В сборе гуманитарного груза сегодня участвовали представители бизнес-сообщества, Народного фронта, коллективы регионального управления, Государственные архивные службы, Нотариальные палаты Самарской области. Для бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, самарцы собрали консервы, макароны, витамины, медикаменты и сладости. Как говорят, чужих детей не бывает. Вот так же для нас, чужих, там сегодня нет для нас. Собирали как своим родным, чтобы было тепло, если уж не уютно, но хотя бы тепло. Тут и пленка, и одеяло, и подушки, но пленку, чтобы накрыть блендажи, постелить на землю, чтобы как-то минимизировать это холодное время года. Вместе с седьмым гуманитарным конвоем, который был собран в начале ноября, в зону СВО отправили письма, которые написали школьники Красноармейского района. Накануне от бойцов пришел ответ. И вот буквально вчера пришел ответ из-за ленточки, где бойцы передают большие приветы детям и говорят, нам это очень важно, нам очень важно, что эти письма, это душевное тепло. Несмотря на большое количество посылок, чтобы загрузить военную машину, потребовались считанные минуты. Так много оказалось людей, которые передавали груз по цепочке. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Почти 273 тысячи жалоб поступило за три года в 6-й кассационный суд общей юрисдикции. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной 10-му Всероссийскому съезду судей и подведению итогов деятельности суда за последние три года. 6-й кассационный суд – крупнейший среди созданных в России, осуществляющий пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением в 22 миллиона человек. Об итогах работы кассационного суда и планах на будущее – репортаж Ольги Павловой. 24 этажа с подземным паркингом и площадью свыше 36 тысяч квадратных метров. 28 ноября 2019 года в Самаре открылся 6-й кассационный суд. В здании было спроектировано более 40 систем жизнеобеспечения. Реализована надежная и защищенная IT-инфраструктура, установлена система электронной очереди и современная система безопасности. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали подъемники и тактильные элементы навигации. За три года работы в кассационный суд общей юрисдикции поступило свыше 273 тысяч жалоб. Если за три месяца 2019 года, когда мы начали работу, к нам поступило 10 с лишним тысяч жалоб и представлений. В 2020 году поступило почти 59 тысяч жалоб и представлений. В 2021 году – свыше 60 тысяч. Крупнейший в России 6-й кассационный суд занимается пересмотром судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением в 22 миллиона человек. В их числе Башкортостан, Мариэл, Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики, а также Самарская, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. За три года здание суда посетили свыше 57 тысяч человек. В судебную коллегию только лишь по гражданским делам поступило 80 тысяч 690 кассационных жалоб. Самое большое количество жалоб поступило из республики Башкортостан – 23%, из республики Татарстан – 22%, и из Самарской области – это около 18% от числа поступивших жалоб. С кассационными жалобами обращаются дольщики за восстановлением своих нарушенных прав относительно качества предоставленных им квартир. И в последнее время в связи с введением института, уполномоченным по правам потребителей финансового услуга, увеличились дела, связанные по спорам о исполнении закона обязательного страхования гражданской ответственности. Итоги деятельности за три года в 6-м кассационном суде подвели накануне 10-го Всероссийского съезда судей, который пройдет с 28 ноября по 1 декабря этого года. В нем примут участие более 800 делегатов. Участники обсудят актуальные вопросы деятельности судебной системы, определят пути ее развития на ближайшие годы и сформируют новые составы федеральных органов судейского сообщества. По просьбам самарцев в городе обновляются и появляются дополнительные элементы инфраструктуры, в том числе и контейнерные площадки, чтобы мусор накапливался в одном месте и его можно было беспрепятственно вывезти. Такая благоустроенная площадка появилась рядом с домом номер 121 по улице Аэродромной. Жители просили администрацию помочь в этом вопросе и просьбу услышали. Подробности в следующем сюжете. Контейнерной площадкой в одном из дворов по улице Аэродромной пользуются жители семи домов. Пока не было ограждений, мусор нередко разлетался по территории, рассказывает председатель ТСЖ Ульяна Кузнецова. Жители микрорайона решили взять инициативу в свои руки и обратились в администрацию советского района с просьбой благоустроить контейнерную площадку. И вот цель оперативно и успешно достигнута. Жители довольны, потому что жительницы угловых квартир всегда видели, что это все разлетается, они всегда переживали, а сейчас все в порядке, не разлетается. Проблему решили в кратчайшие сроки. Все благодаря эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но помимо личных обращений, как это сделали жители дома 121 по аэродромной, у самарцев есть возможность подать заявление и рассказать о проблемах онлайн через интернет. Используя систему гидрожека, житель может подать заявление, не выходя из дома, в любой момент, когда его нужно. Не отпрашиваясь с работы, не теряя личного времени. У актива жильцов 121 дома по аэродромной в планах и дальше развивать территорию двора. Помимо детской площадки, которую установили в 2020 году, есть идеи по дальнейшему озеленению газонов и установке новых ограждений. Для этого дом участвует в программе общественных инициатив «Твой конструктор двора». С 14 по 29 ноября проводят голосование. Жильцы микрорайона активно отдают свои голоса, чтобы еще один двор в скором времени преобразился. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Во внутригородских районах Самары на базе ресурсных центров продолжается работа выездных пунктов МФЦ в рамках проекта «Мой дом». Специалисты напоминают жителям, как пользоваться системой госуслуги. Также учетная запись на портале открывает доступ к другим полезным платформам, например, к системе ГИС ЖКХ. Подробности в нашем сюжете. Дмитрий Белов неравнодушен к судьбе своего дома. В 2014 году был избран председателем Совета МКД. Система ГИС ЖКХ познакомился давно, однако пользоваться ею не может. Приложение не находит его дом. Также возникли проблемы с учетной записью на госуслугах. Приложение не находит некоторые дома. В частности, мой дом, если обычно у нас дома идут просто под номером, то мой дом угловой, который записан как 67-69-36, и приложение его попросту не находит. Мы как не могу порабиться в это приложение, чтобы, как говорится, полноценно им пользоваться. За помощью решил обратиться к специалистам МФЦ в отделение местного ресурсного центра. Там проблему решили в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такие приемы граждан проходят по графику в ресурсных центрах, которые созданы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». У жителей много вопросов. Большая часть из них касается системы ГИС ЖКХ. Ее основные задачи – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. С учетной записью в системе госуслуги жители могут войти в систему ГИС ЖКХ. Это еще одна удобная платформа, которая позволяет получить полную базу знаний о жилых домах, расположенных на территории городского округа Самара, об управлении ими. Это достаточно удобно, особенно для старших по домам. С помощью платформы можно проверить показания приборов учета или лицензию управляющей компании, узнать график капитального ремонта дома и многое другое. Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт из НИЛС. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. В мужской исправительной колонии строгого режима номер 26 открылся новый швейный цех. Производство обеспечит рабочими местами осужденных, что в свою очередь позволит им погашать судебные иски и материально помогать семьям. Что шьют за колючей проволокой, узнала Светлана Тимофеева. За этими швейными машинками работают только мужчины. Все они отбывают срок 26-й исправительной колонии строгого режима. Шьют по заказу спецодежду, сумки и рюкзаки. Задача производственного сектора уголовной исполнительной системы состоит в том, чтобы привлечь максимальное количество осужденных в труду, чтобы они могли работать, зарабатывать денежные средства, оплачивать те иски, которые получили в результате совершения преступлений. Максимальное количество человек, которые мы можем привлечь, это на швейном производстве. Сейчас на швейном производстве трудится порядка 160 человек. Совсем скоро за машинки сядут еще 64 осужденных. В 26-й колонии открылся новый цех, уже оснащенный современным оборудованием. Планируется, что в месяц здесь будут шить от 500 до 1000 рабочих костюмов. Кроме того, станут изготавливать жилеты для спецподразделений. Руководство исправительного заведения заверяет, что мужчины с шитьем справляются ничуть не хуже женщин. Очень неплохо получается. Заказчики довольны той продукцией, которую мы здесь делаем, изготавляем. Продукция различная делается. Это и костюмы спецодежды, и сумки, и рюкзаки. И для собственной нужды, для нужд уголовно-исполненной системы шьем форменную одежду для осужденных. Качество, в принципе, не хромает. И защиту у мужчин, даже сказать, ненасколько не хуже, чем, наверное, и женщины шьют. В последние годы осужденные охотно берутся за работу. Ведь перед тем, как сесть за швейную машинку или встать к станку, они получают специальное образование и диплом государственного образца. За свой труд они получают не только зарплату, но и возможность раньше покинуть места лишения свободы. Трудоустройство на производственную зону рассматривается как один из положительных при подаче на условно-досрочное освобождение. На замену более мягким наказаниям – это принудительная работа и колония-поселение. На также условия содержания внутри колонии осужденных – строгие, обычные, облегченные, которые уже в свою очередь регулируют количество передач, получаемых осужденным, количество свиданий. В перспективе планируется брать заказы как от коммерческих структур, так и от государственных органов исполнительной власти. Некоторые договоры на поставку изделий из-за колючей проволоки уже заключены. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что в детской музыкальной школе имени Дмитрия Шостаковича пройдет второй открытый региональный фестиваль-конкурс «Самарские духовые сезоны-2022». Его проведут с 18 по 25 ноября. Мероприятие посвятили 90-летию школы. Фестиваль пройдет в четырех возрастных группах. Возраст участников от 9 до 18 лет в форме заочных прослушиваний видеозаписей. Специальные дипломы будут присуждаться за лучшее исполнение сочинений Дмитрия Шостаковича и произведений военной тематики. Во время фестиваля пройдут мастер-классы. Администрация Красноглинского района сообщает, что 18 ноября Государственное юридическое бюро по Самарской области проведет Всероссийский день правовой помощи детям. Одновная задача – юридическая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, разъяснение аспектов опеки, алиментных обязательств и других правовых вопросов детско-родительских отношений, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Встреча будет проходить в Красноглинском районе по адресу поселок Мехзавод, 13-й квартал, дом 13, 16.00. С вопросами можно обращаться по телефонам, указанным на экране. Ленинский район Самары в телеграм-канале сообщает, что сборная команда юношей района заняла первое место в первенстве городского округа по волейболу в рамках спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений города и поздравляет победителей. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, какую музыку предпочитают слушать наши подписчики. 50% отдают предпочтение року и металлу, 45% респондентов слушают поп-музыку, 20% классику, 17% предпочитают электронную музыку, 10% хип-хоп. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова